В эфире телеканала ТВ Ком вы смотрите международную информационную программу «Середина земли». Мы рассказываем новости соседних регионов и стран. В студии работает Галина Соболева. Здравствуйте. Коротко о том, что мы покажем сегодня. Справиться со смертельной тягой, как в Иркутске, помогают в реабилитации наркозависимым. Рысь на продажу. Забайкалец пытался незаконно продать дикое животное. Рабочие будни Тайсона. Служебные собаки будут обеспечивать безопасность на авто- и железнодорожных вокзалах Китая в праздник весны. Смертельная зависимость. С начала года в Иркутской области от употребления наркотиков погибли 76 человек. Наркологи отмечают, средний возраст зависимых с каждым годом становится все меньше. Так, в центр реабилитации обратились родители 13-летнего школьника. Как помогают подросткам, узнала Александра Турченинова. В этом цехе 19-летний Николай работает несколько раз в неделю. Здесь он изготавливает будки для собак, кормушки и ульи. Своё лицо парень скрывает, боится открыто признаться, что ещё несколько месяцев назад был синтетическим наркоманом. Познакомился с одногруппником своим. Он был активным употребляющим наркоманом. Он предложил мне попробовать. Я согласился, мне это было интересно. Я употребил с ним наркотики, и мне это понравилось. И со временем я начал всё чаще и чаще употреблять. Сначала для меня был наркотик, он был другом. Для меня мне нравилось употреблять, мне было в нем хорошо. Я был счастливый человек. Счастливым студент второго курса оставался недолго. Через несколько месяцев после приобщения к наркотикам молодой человек перестал принимать реальность. Бросил учёбу, испортились отношения с родителями. В ядовитом объединении Николай оставался в течение года. Решение приехать в центр реабилитации принял сам. И сегодня он самый молодой постоялец, а самому старшему – 38 лет. И самое страшное, что заболевание, зависимость, оно молодеет. То есть обращаются и дети. Очень много кто употребляет синтетику, даже школьники. 13 лет было обращение, то есть совсем дети. Из всех наркозависимых 90% употребляют так называемую синтетику. Она воздействует прежде всего на психику. Подростки наиболее подвержены такому влиянию. С начала года от употребления наркотиков погибли 76 жителей Иркутской области. Это два человека в день. Справиться с недугом в таких центрах реабилитации помогают психотерапевты, психологи и консультанты по химической зависимости. За год здесь излечиваются около 200 пациентов. Мы на самом деле работаем с семьей. Когда к нам первично приходят на консультацию родители, в первую очередь это приходят мамы и папы, без своего зависимого. Мы делаем так, чтобы семья уже задумалась и начала что-то менять в семейных установках. И тогда уже, когда семья начинает меняться, конечно, подключается к зависимым. К борьбе с ядом подключают и волонтеров. Встреча с ними сегодня проходит в Центре профилактики наркомании. Специалисты отмечают, распространители перебрались в интернет, где как раз большая часть пользователей – молодежь. Мы имеем дело с веществом, за которое в нашей стране поголовки не погладят. Волонтеры – такие же молодые люди, как и те, кто стал наркозависимым. Расчет на то, что их образ жизни поможет на собственном примере показать сверстникам, как можно проводить время без ядовитых веществ. Николай свои ошибки осознал. Через пару месяцев его реабилитация заканчивается. И у бывшего наркомана есть шанс вернуться к нормальной жизни. Зима и лето уже встретились. Национальный праздник Громницы отметили в Приангаре. Так называемые встречины белорусы провели в Иркутске на острове Юность. Чем этот праздник отличается от Масленицы, расскажем в следующем материале. Белорусы говорят, Громница зимы половится. И исполняют национальный танец Ливониха в тройках. Традиционно в это время года проводится встреча зимы и лета. Это и называется праздник Громницы. Заместитель председателя этнографического клуба Кривичи Олег Рудаков рассказывает, чтобы праздник состоялся, нужно еще развести костер, но только с помощью кресала. От высеченной перуновой искры зажигают свечи, как оберег от болезней. Девушки стучат деревянной палкой по железному листу, изображая гром, чтобы прогнать дзюзю, то есть мороз. В этот день определяется, какая будет весна. Есть такая пословица. Калина Громницы, певень со страхи напьется, то весна будет ранняя, а калине то позднее, то еще будут дюжи и морозы. Что значит певень? Певень это петух. То есть если он со страхи, то есть с крыши, если будет какая-то капель, если он напьется из этой капели, значит будет ранняя весна. А если нет, если еще были сильные морозы в этот день, значит еще будет долгая зима. Судя по поверьям, весна в этом году будет ранняя и теплая. Такого мнения в Иркутской области придерживаются более 50 тысяч человек. Самыми белорусскими районами считаются Тулунский, Баендаевский и Нижнеудинский. Там переселенцы основывали деревни и сохраняли свою культуру и обычаи с 17 века. Каждый год клуб Кривич ездит по этим деревням и проводит гуляния. Так, в прошлом году клуб встречал весну в деревне Бабагай Заларинского района. Масленица у них не популярна. В основном люди зазывают весну песнями с громким «гу». Отсюда и название праздника «гука не весны». Если масленица – это проводы зимы, и здесь, как правило, сжигают чучело зимы, и, в общем, основное такое – блины, это как символ солнца, опять же, чтобы солнце пригрывало сильнее, то «гука не весны» – это призыв весны. И там очень много песен старинных поется с призывом этой весны. Чтобы весна быстрее пришла, девушки, как символ зарождения жизни, поднимаются на горку и обращаются к богине весны Ладе. Запускают самодельных птиц, которые на своих крыльях и принесут весну. А чтобы был пышный урожай, делается подношение земле. В нее закапывается горшочек с пшенной кашей. Традиционным блюдом у белорусов «гука не весны» считается яичница, как символ солнца, приготовленная на костре. Ежегодно этот праздник отмечается в конце марта. В этом году он состоится 24 числа. К эфиру «Середины земли» присоединяются мои коллеги из Забайкальского края. Я передаю слово Светлане Тулуновой. Здравствуйте, коллега! Военнослужащие Восточного военного округа проведут масштабные учения. В работе будет задействовано более 700 единиц техники. Расскажите, какие действия будут отрабатывать военные? Здравствуйте, Галина! Военнослужащие будут оттачивать свое профессиональное мастерство с применением максимального количества типов зенитно-ракетных комплексов ПВО, а также совершат марши на штатной технике и оборудуют огневые позиции. И к другим темам. Рысь на продажу. Предприимчивый забайкалец попытался незаконно продать дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Забайкальскому краю. В результате оперативных действий полицейские пресекли попытку жителя поселка Домна продать рысь. Выяснилось, что хищник пришел на его участок из леса. Поймав дикое животное, мужчина никому об этом не рассказал и оставил рысь у себя. Почти два месяца она жила в гараже частного дома. Предприимчивый забайкалец намеревался продать ее за 350 тысяч рублей. Сейчас в отношении него специалистами госоходслужбы составлен административный протокол. Дальнейшее место обитания рыси определит суд. Завтра православные христиане отметят православный праздник Сретения Господни, который в народной традиции символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, это еще и встреча зимы с весной. 15 февраля православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник Сретения Господни. На сороковой день после рождения Дева Мария принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному закону совершить за своего сына жертву. Здесь и состоялось это Сретение или встреча праведного старца Симеона, пророчица Анны с Богом-младенцем. По преданию, некогда праведный Симеон переводил Священное Писание и, увидев слова «Сей Дева во чреве приимет и родит сына», хотел исправить слово «дева» на слово «жена». И в тот момент было ему откровение, что он не умрет, пока своими глазами не увидит и деву, и младенца. Симеон прожил 360 лет, и встреча состоялась. Он взял младенца на руки и произнес пророческие слова «Лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле» и в предмет пререканий. То есть именно отношением ко Христу на протяжении столетий будет испытываться истинная вера в людях. Неверующие, ослепленные злобою, падут, а любящие и верующие восстанут. Праведный Симеон и Богородица предвещал страшные скорби в дни крестных страданий ее сына. Христос принес в мир новый закон, основанный не на исполнении правил поведения, а на любви и милосердии. Кто поступает по любви Божией, тот исполняет закон Христов. Поэтому Сретение – это не просто встреча двух людей, это встреча двух эпох – прошлого и будущего, временного и вечного, ветхого и нового заветов. Это возможность для каждого человеческого сердца встретить самого Христа. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. О чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях связаны с Китаем в студии Синжунань. В Китае продолжается Чунь-Юнь – самая массовая миграция населения на планете. Миллионы людей спешат в родные края, чтобы отметить китайский Новый год с родными. И для того, чтобы все смогли вовремя, комфортно и самое главное безопасно добраться до места назначения, в праздник весны на авто- и железнодорожных вокзалах Китая будут дежурить не только люди, но и четвероногие сотрудники полиции. История одного из них с нашими корреспондентами поделились в провинции Гуан-Си. В полиции Тайсон служит уже седьмой год, но тренируется с таким жарвением, как и раньше. Ловко кружится, бегает за мячом, кувыркается. Тренировки перед праздником весны еще более серьезные, чем обычно. В этот период ежедневно через вокзал Нанина проходит около 45 тысяч пассажиров. Ему придется каждый день проверять тысячи чемоданов. В праздник весны очень большой пассажиропоток, поэтому и работу служебных собак намного больше. Конечно, Тайсон справится, он очень ответственный. Знает, что сначала нужно закончить работу, а потом уже отдыхать. Никогда такого не было, чтобы он отказался выполнять какую-либо команду. И даже аппетитно пахнущие деликатесы, которые часто везут пассажиры домой к празднику, Тайсона с толка не сбивают. Он ищет только взрывоопасные предметы. Один раз мы проходили мимо мусорного ведра. Тайсон начал лаять. Никак не хотел отходить. Пришлось вызвать взрывотехников. Они пришли, проверили. Оказалось, что туда кто-то кинул петарды. Видимо, не знал, что на вокзал их нельзя проносить. Вот и выбросил, когда взять с собой не разрешили. Тайсону уже восемь лет, то есть по человеческим меркам около шестидесяти. Поэтому после праздника весны четвероногий друг Хуан Сяоли выйдет на заслуженную пенсию. Конечно, мне грустно терять такого напарника, но для собаки восемь лет – это немало. Нюх может подвести, а мы не можем так рисковать. А всех жителей и гостей Китая, отправляющихся в поездки в праздник весны, Хуан Сяоли призывают быть внимательнее и не брать в дорогу взрывоопасные предметы, чтобы упростить работу Тайсону и другим четвероногим полицейским. Юлия Жень, CGTN. Алибаба, JD и другие игроки рынка электронной коммерции Китая расширяют торговлю продуктами питания. Норма прибыли минимальна, зато потенциальных потребителей – сотни миллионов. Большая часть подобных проектов пока убыточна, но в скором будущем все может измениться. В то же время владельцы традиционных магазинов уже сейчас вынуждены свыкаться с новой расстановкой сил. Их покупатели все чаще заказывают продукты в интернете, чтобы лишний раз не носить тяжелые сумки. Подробности у моих коллег. Сумка за сумкой, сборка, лифт, конвейер и передача курьеру. Внутри мясо, фрукты и овощи – привычный ассортимент любого супермаркета. Вот только заказы здесь размещаются смартфона, а доставляют на дом. В течение получаса, если клиент живет в радиусе трех километров. Это первый продуктовый магазин одного из лидеров электронной коммерции – компании JD. Работать на рынке продовольствия она начала позже конкурентов. Хотя заинтересовались экспансией в этот сектор онлайн-продавцы почти одновременно. Лю Чуншен, доцент Центрального университета финансов и экономики, объясняет это стремлением интернет-ритейлеров занять пусть не самую прибыльную, но перспективную рыночную нишу. С точки зрения логистики, упаковки, складского хранения и ценообразования между онлайн и оффлайн-сегментами нет больших отличий. Оба направления требуют больших первоначальных вложений, но спрос в этой области постоянно растет, прежде всего из-за повышения уровня жизни. Возможности приложений для заказа продуктов расширяются день ото дня. Уже сейчас в них можно выбрать морепродукты, указать, как именно их приготовить и получить все в пригодном для обеда или ужина виде. Кроме того, можно получить всю информацию о происхождении овощей или фруктов, отсканировав штрих-код, и даже заплатить за покупку с помощью технологии распознавания лица. Лю Чуншен уверен, что интернет-гиганты взялись за дело всерьез, ведь покупательная способность китайцев растет, значит и спрос будет полномерно увеличиваться. С 2013-го рынок онлайн-заказов продовольствия в Китае рос на 80% ежегодно. При этом отраслевые эксперты считают, что его потенциал только начинает раскрываться. Правда, получить прибыль на нем пока непросто. Главная проблема – выстроить эффективную систему логистики. В плюс сейчас работает только 1% компаний, подавляющее большинство теряет деньги. Лю Чуншен отмечает, что ожидать немедленной отдачи от нового направления не стоит. Его исследователям стоит запастись терпением. Между тем, обычные магазины уже чувствуют отток клиентов. Все это, конечно, ударит по небольшим магазинам, но не до такой степени, что они будут вынуждены закрываться. Онлайн-продажи нацелены на средний класс, тогда как все остальные игроки ориентируются на массовый рынок. Владельцы небольших продуктовых магазинов говорят, что бизнес все еще приносит прибыль, но управлять им теперь нужно еще лучше, иначе инициативу окончательно перехватят интернет-ритейлеры. Раньше мы работали с 30-ю процентной прибылью, теперь она упала до 20%. Если все делать с умом, продавать только все самое свежее, то покупателей вряд ли станет намного меньше. У гигантов электронной коммерции есть еще одно преимущество – гигантский массив информации о привычках и предпочтениях их потребителей. Анализируя эти данные, онлайн-продавцы могут оперативно менять ассортимент и создавать персонализированные предложения. Словом, традиционный ритейл вновь оказался под ударом. В ближайшие годы ему предстоит разработать ответные меры, чтобы не растерять клиентскую базу и доказать свое право на жизнь. Ся Цю, Си Чи Ти Эн О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok